Как ты считаешь, ты готов к детям? Как относишься к тенденции, когда о детях начинают задумываться после 30? Ой, слушайте, посмотрите на меня. Я ещё сам ребёнок. Вот я правда, я ещё сам ребёнок, и нет, я ещё совершенно не готов к детям, я ещё сам ребёнок, я не женат. И отвечая коротко на это, меня мама родила в 40 лет. Ну, и родила без отца, она не была замужем. Ну, вот так получилось, видимо, сама захотела ребёнка, и, как это называется, для себя. Ну, то есть, мне кажется, это вот, ну, пока я вот, ребёнка нужно там захотеть. Я пока нет, совершенно нормально отношусь, там это нормально, когда там дети появляются уже в осознанном возрасте. Понимаете, вот часто бывает ведь у нас так, что внуков любят больше, чем родных детей, да, когда вот уже, когда вот рожают, например, в 20, а сами ещё дети, сами хотят ещё кружиться, зажигать. А детей, там, дают на воспитание своим родителям, то есть бабушкам, дедушкам. И о детях заботятся бабушки, дедушки, да, то есть внукам. Поэтому, мне кажется, нужно уже сначала там откружиться, отвеселиться, реализоваться, там, заработать там бабла и так далее, а потом уже заниматься вот, ну, когда вот уже там захочется, вот реально захочется детей, вот тогда их заводить. Ну, и такая позиция, не знаю, я как-то вот оно, пока это не случилось, не припекло, я об этом не задумываюсь, я вот занимаюсь собой. Миша пишет. Привет, помнишь сумму первой зарплаты? У тебя были необычные места, где приходилось работать? Ой, слушайте, помню, конечно, сумму первой зарплаты. Вот реально, по профессии первой зарплаты, например, в театре я получал, в театре моя первая зарплата была 80 гривен за спектакль, чтобы вы понимали. Курс тогда был сколько, когда я заканчивал? 8, доллар стоил 88 долларов, да? Это 80 гривен за спектакль я получал в молодом театре. Вот такие копейки платили. Копейки! Ой, господи, что-то плавало. Копейки платили. Вот, и в театре, в театре Сузиде тоже, кажется, столько я получал, вот эти вот нищенские жалования. А, значит, ну, моя вообще первая работа была, в 13 лет я пошел работать промоутером. Вот в 13 лет, сколько тогда я получал? В час. Значит, в час я получал, сейчас я вам скажу. В 13 лет я работал промоутером, раздавал эти листовки в компании, они, или можно называть. Вот это Nokia, вот это вот Nokia раздавал вот эти листовки, вот это Айтуап. Как это, что покупал? Я помню, я и эти, скажите мне. И плакаты расклеивал перед выборами в четвертом году за Януковича. Честное слово. Это мне было сколько? Это мне было 15 лет. В 13 лет я раздавал эти листовки, мне платили полтора доллара в час. Вот. Я такой счастливый был, потому что я приходил, я зарабатывал, вот день, 10 часов в день я работал, я приносил домой 15 долларов. 15 долларов, тогда был курс 4, на секундочку. 4 был курс, 15 долларов в день я приносил. И это было, я вам сейчас, это были хорошие деньги, кстати. Я школьником был, я тогда был, как это, хлопец про грошах. Это был я в каком классе, 13 лет? Это я был в 9 классе. Нормально тогда себя чухал. Нажебракувал. А еще знаете, что мы как бы зарабатывали? Я помню, как мы разводили. Мы, значит, с другом намутили тему. Его сестра работала в Киевпроекте. Это на Богданах Медицкого. И там был ресторан, там есть, я думаю, до сих пор он есть. Не, уже нет этого ресторанчика. Швидкового Харчеванья. Короче, там... Кто-то, кто-то, кто-то больше. Там был ресторан Швидкового Харчеванья, который... В нем лежали, раздавались скидки 50% в кинотеатр Киевская Русь. Мы, значит, что делали? Мы набирали эти скидки 50% в кинотеатр Киевская Русь. Шли под кинотеатр Киевская Русь. И перед сеансом продавали их по 10 гривен. И наборговывали этих скидок на 100 гривен. Чтобы вы понимали. Нас охрана гоняла там, правда. Но мы нормально так поднимались на этом. Каждый 100 гривен приносил за вечер. А тогда, я вам скажу, это был 2003 год. Это неплохие деньги были. 100 гривен за вечер принести из... То есть, грубо говоря, если билет стоил 50 гривен, За 10 гривен люди купили у нас скидку. Да? Вот за 10 гривен люди купили скидку. И принесли... И сэкономили там 25. Они неплохо себя чувствовали. А люди шли, значит, и покупали там у нас две скидки. Там кто с девушкой своей шел. Знаешь. Вот так вот. Вот мутили как могли. Я никогда вот не сидел на месте. А у тебя были необычные места, где приходилось работать? Ой, слушайте. Я один раз, как-то помню, меня друзья, дворовые пацаны, затащили. Работал, проработал пару дней в деревообрабатывающем цеху. Шлифовал доски. Вот прям наждачкой вот такой штукой шлифовал доски. Но мне там вообще не понравилось. Потому что там были вот эти такие вот... Вот эти вот мужики. Это вот я, школьник. Вот, а я такой был всегда. Вот эти вот мужики. Я когда-то мы ехали туда куда-то за Выдубичем и за городом. Вот такой деревообрабатывающий цех, самый настоящий. И пару дней я там проработал. И туда больше не пошел, потому что мне там совершенно не нравилось. Ужасное, отвратительное место. Там пыльно, грязно, отвратно, грязные. Весь, руки такие порэпанные были. Это вот... Я тут все равно чисто и шлифую доски. Мерзопакостнейшее место. Мне там совершенно не нравилось. Вот пошлифовал там доски. Это самое вот... Ну... То есть вот такой опыт был. Но я понял, что я призван к интеллектуальному труду. Вот барыговать у меня еще получалось. Ну хотя тоже, вот барыжничество не мое. Я вот больше что-то подрассказать. А у тебя есть страхи? Если да, то какие? Вообще есть у тебя на что-то табу? На что-то... Страхи? Фух. Страхи, страхи, страхи. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я вообще... Я очень не люблю обманывать людей. Вот по поводу табу. Я не очень люблю... Вот обман... Вот профессия, казалось бы, артиста и так далее. Это настроится на обмане. Но это совершенно другого характера обман. Потому что ты там создаешь сказку. Да, сказка, которая там как-то увеселяет или уводит людей немножечко вот в такую... Уводит из реальности и забывает забыть о бытовых проблемах. Это одна история. А вот обманывать людей специально... Вот обмануть. Обмануть на деньги. Или развести то, что называется. Вот это я очень не люблю. Для меня это вот такое... Для меня это такое табу. Вот это я совершенно не люблю. А по поводу страхов... Я совершенно... Я совершенно... Я боюсь высоты. Я боюсь садиться за руль. Кстати. Я... У меня была история. Я в 20... Сколько мне было? 21 или 22 года. Я не помню точно. На съемках специально. Я ради съемок пошел на курсы вождения. Научился водить и купил себе права. Купил. За 400... Купил за 400 долларов себе права. Специально для съемок в проекте. В кино. Вот. Но на этих съемках я попал в аварию. Там была такая ситуация. Там не заблокировали. На утро я между дублями поехал разворачиваться. Съемки были на такой старой машине. На шестерке. Поехал разворачиваться. И мне навстречу выехала с заправки какая-то... Какой-то хатик выехал. И я для того, чтобы избежать лобового столкновения, ушел в такую высокую броку бордюр. И вот попал в аварию. Очень сильно вот эта машина... Ну, разбил эту машину. Но со мной на пассажирском сидении сидела обезьяна. Ну, там вот такие. Причем по сюжету фильма. Эта обезьяна спасала мне жизнь. И эта обезьяна погибла. Ну, она не прямо при мне погибла. Она вот ударилась головой об бардачок. Обкакалась. От испуга. Смешно звучит, но так и есть. И через пару дней она скончалась. Эта обезьяна от сотрясения мозга. Вот так вот. И как бы на моей совести вот жизнь этой обезьяны. Ну, потому что вот по моей... Вот такая вот авария с летальным исходом. И после этого я боюсь садиться за руль. То есть права у меня есть. Водить я умею и так далее. Но вот у меня есть вот такой вот... Я понимаю, что уже пора. И вот поэтому до сих пор и за рулем не езжу. До сих пор я... У меня нет машины, я не езжу за рулем. И понимаю, что уже пора. Вот, вот... Ну, уже я хочу давно себе. Хочу брать машину. Ну, эта машина, это удобно и так далее. Ну, вот у меня до сих пор я как-то вот никак не решаюсь на этот шаг. Вот это вот... Все оттуда. Все оттуда. Вот тогда я вот попал, влетел в эту историю. Вот эту вот машину. Хорошо, тогда мы хоть отсняли все сцены, которые... Где я должен был ездить именно. Машину поставили на лафет. Это специальная такая штука киношная, когда вот уже машину как бы катят на этом лафете и снимают сцены внутри, в салоне. В машине, где вот я кручу просто руль и трынжу, просто рассказываю, разговариваю, рассказываю о том, вот... Якобы машина... То есть машину катят и делается вид, якобы она едет. Вот так вот. Вот, собственно, вот по поводу страха. Вот этот страх у меня есть. Да, что до сих пор я из-за той истории, до сих пор я не езжу за рулем. Спасибо.